Если мы посмотрим на производство электроэнергии с точки зрения нашей ответственности перед будущими поколениями, какой мир мы им оставим? Надо понимать, что, в общем-то, альтернативы развитию атомной энергетики на настоящее время нет. Ядерная энергетика, она, в общем-то, проявила себя как базис независимости нашей страны, она помогла преодолеть трудности 90-х годов, в общем-то, во многом тогда атомная энергетика экспонсировала эту деятельность. Надо понимать, что атомная энергетика тащит за собой инвестиции в науку, тащит за собой инвестиции в проектные организации, в науко-емкое производство. Добрый день! В эфире я, Мариля Босакевич, и наша постоянная рубрика «Ядерные разговоры». Сегодня мы общаемся с очень интересной человеком. Эта человек больше семи лет работала в МАГАТ и теперь уже три года работает в лондонском офисе ВАО – Всесвитной ассоциации организации, которая эксплуатает атомные электростанции. Чтобы вы понимали, в мире нет никакого оператора атомных станций, которые не были бы членом ВАО. Тоже наш гіст сьогодні – Олексій Поляков. А наша тема – тренди в сучасному розвитку атомной генерації, и каким чином Украина вписывается в эти тренди. Добрый день! Доброго дня, Мариля! Меня зовут Алексей Поляков. Я из южно-украинской атомной станции. 22 года я проработал там, в основном в эксплуатации. Потом три с половиной года я руководил ВАО с программой партнерских проверок. То есть мы проверяли эксплуатационную безопасность атомных станций. Потом семь лет я проработал в МАГАТЭ. Это было очень интересное время. Это очень сильно расширило мой горизонт. И я работал там в двух программах. Одна – это так называемые миссии АСАР. Это один из самых известных сервисов МАГАТЭ. Это проверка эксплуатационной безопасности атомных станций во всем мире. И вторая программа – это все, что относится к управлению старением и продлению сроков эксплуатации энергоблоков. За это время я провел миссии от Южной Африки до Греции и от Канады и Америки до Японии. Так что тяжело сказать, что я не проверял, чем перечислить, что проверял. Последние около трех лет я руковожу программой технической поддержки в лондонском офисе ВАО-ЭС. Руковожу командой экспертов, часть из которых работают здесь, в моем непосредственном подчинении в Лондоне. Большая часть распределены уже в пяти региональных центрах. В Атланте, штат Джорджия, в США, в Париже, Франция, в Москве, Россия, в Токио, Япония и наш новый офис в Шинхае. Вы знаете, наверное, уже, что ВАО-ЭС была создана после Чернобыльской аварии. И Чернобыльская авария, по сути своей, прекратила все иллюзии о том, что атомная энергетика может безопасно развиваться в каком-то ограниченном национальном конгломерате, либо в каких-то политических границах. Она показала, что все мы взаимосвязаны очень сильно. И авария или серьезное происшествие на какой-то атомной станции, в какой-то стране, даже в стране, которую мы не любим, она нас не порадует. Потому что эффект от этого происшествия, он негативно скажется на всех атомных станциях мира. Таким образом, после Чернобыльской аварии, руководители верхнего уровня всего мира, лидерами были американцы, собрались и предложили создать Всемирную ассоциацию операторов атомных станций. Сейчас у нас в мире 192 атомные станции работают, на них 438 энергоблоков. И, конечно же, проблемы и задачи, которые стоят перед руководством этих станций, они очень сильно отличаются по ним. В то время как в Западной Европе и в обоих Америках в основном руководство сфокусировано на управлении старением и продлении сроков эксплуатации энергоблоков, основное развитие новых блоков, развитие индустрии происходит на Востоке, в основном в Азии. Вы знаете, да? Но мы помогаем и тем, и тем. У нас есть мощная программа тоже здесь в АОС. Недавно мы готовили к публикации документ по управлению старением и продлению сроков эксплуатации. И также мы помогаем новым блокам. Понятно, что атомные станции, эксплуатирующиеся сегодня, они достаточно уже возрастные. Они проектировались, строились и пускались совершенно в других условиях. Это были другие люди, прежде всего, в проектных организациях. Это была совершенно другая техника. Потому что вы понимаете, что если атомную станцию путили, допустим, в конце 70-х, это значит, проект был сделан в конце 60-х, да? То есть, соответственно, это все на логариферических линейках считалось с огромными запасами безопасности, потому что точность расчетов не была настолько высокой. И сейчас переход к строительству новых блоков, такие примеры таких стран, это вы знаете, Венгрия, Финляндия, многие другие страны. Это тоже, в общем-то, достаточно сложная задача. И, опять же-таки, мы помогаем этим странам очень активно. Вы знаете, что у нас есть представители ВАОС на всех площадках. То же самое на всех площадках Украины есть представители ВАОС, которые помогают нам понимать проблемы или, скажем так, задачи производственные, стоящие перед каждой конкретной площадкой, и интегрировать все наши сервисы, все, чем богато ВАОС для того, чтобы оказать адресную помощь. Что касается новых блоков, у нас, мы совсем недавно опубликовали очень интересный документ, он называется «Дорожная карта по эксплуатационной готовности». Это больше 300 страниц. История этого документа очень интересная. Это руководители энергокомпаний, которые недавно пустили блоки, собрались вместе и записали все свои ошибки, сделанные, под общим таким названием «Ах, если бы я только знал, когда». Очень интересный документ. Это очень живой, да, документ. Это настольная книга, по сути своей, для CEO, для руководителя энергокомпаний, который приступает к строительству новых блоков. Она издана и доступна? Да, этот документ мы его разрабатывали в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ. Почему? Потому что вы знаете, что и помощь новым компаниям, и проверки перейти, тоже выполняются и в АОС, и МАГАТЭ. Правильно? Поэтому очень важно, чтобы с точки зрения конечного потребителя, атомной станции или энергокомпании, чтобы наши позиции были близки. Кроме этого, у нас есть постоянно действующая международная рабочая группа, так называется. Это группа экспертов, тоже высшего руководящего уровня, которые сейчас строят, либо приступают к строительству атомных энергоблоков. Это постоянно действующая группа, где они обмениваются опытом и выясняют, кто что уже сделал. И документируют, самое главное, это для того, чтобы это было потом доступно для других членов АОС. Потому что вы знаете, что сейчас совершенно недавно начинаются достаточно крупные энергопроекты. Уже идет проект в Турции, АКУЮ. Недавно была поручена еще одной энергокомпании, называется ЕОАЖ в Турции, приступить к польску нового проекта под имеющейся площадку АЭС Синоп. Они тоже тут работают. С нами работают даже египтяне. Новая энергокомпания в этой группе. Ну вот Украина тоже хотела бы, я думаю, присоединиться к этому всему, потому что у нас есть в планах строительство новых энергоблоков, но об этом, наверное, чуть позже. Я знаю, вы сейчас уже, в принципе, об этом сказали, что основная задача – это накопление опыта и поддержка новичков и старичков в безопасной эксплуатации атомных станций. Но нас еще очень интересует развитие отрасли, разумеется. И вот сейчас, мне кажется, что отрасль опять начинает развиваться. То есть мы наблюдаем новый виток в ее развитии. Действительно ли это так и с чем это может быть связано? Развитие идет очень сильно, но развитие в основном на Востоке, в Азии. Но я бы хотел как бы об общих целях. Почему мы атомщики? Почему мы, собственно, этим занимаемся? Ведь как инженеры энергетики, мы спокойно можем работать в любой отрасли. И здесь я бы хотел упомянуть Парижское соглашение о климате 15-го года. Вы знаете, что это была организована Организация Объединенных Наций. Руководители всех стран, членов ООН, собрались в Париже. Это в развитии Киотского протокола. И для того, чтобы согласовать климатические цели. Потому что, к сожалению, так получилось, что неконтролируемое развитие человеческой цивилизации стало наносить или оказывать очень серьезное влияние на природу, на окружающую службу. И они договорились в Париже о том, что нужно ограничить глобальный рост температуры до уровня ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальным временем. А не прилагать все усилия, чтобы ограничить это повышение. И здесь роль атомной энергетики высокая, потому что 60% выбросов парниковых газов связаны с производством электроэнергии. 60%. Атомная энергетика производит только 10% электричества. На атомных станциях производится 10% мирового электричества. Но при этом доля чистого электричества составляет 30%. То есть еще у нас есть другие чистые источники электроэнергии, такие как гидро и немножечко солнце, немножечко ветром. Атомная энергетика в переводе на киловатт, если говорить, она втройне более эффективна с точки зрения производства чистой электроэнергии. Есть разные аспекты развития атомной энергетики. Есть в том числе определенное ценовое давление. Есть давление на проекты, связанные с длительным сроком строительства энергоблоков, связанные с тем, что в некоторых странах очень дешевый газ и большое количество. Поэтому искушение сжигать органическое топливо присутствует. Но если мы посмотрим на производство электроэнергии с точки зрения нашей ответственности перед будущими поколениями, такой мир мы им оставим. Надо понимать, что альтернативы развитию атомной энергетики на настоящее время нет. И мир сейчас начинает понимать, что атомка, она вполне зеленая технология. Мы живем в эпоху телеграмма, ватсапа и прочих средств общения настолько развитых, что очень часто люди принимают решение какое-то, не основываясь на своем опыте, не основываясь на анализе фактов, а основываясь на эмоциях. И, наверное, слишком быстро. Да, и слишком быстро. Как говорится, любая сложная проблема имеет как минимум одно быстрое, простое и понятное, неправильное решение. Украина присоединилась к Парижскому соглашению 2015 года. Это означает, что в Украине развитие атомной генерации тоже должно быть одним из приоритетов в государстве. Совершенно верно. Я бы хотел немножечко поностальгировать, может быть, напомнить, что во время распада Советского Союза Украина была пятой экономикой Европы. Люди старшего поколения, я помню, что мы пережили 90-е годы. По сути, своя ядерная энергетика, она, в общем-то, проявила себя как базис независимости нашей страны. Она помогла преодолеть трудности 90-х годов. В общем-то, во многом тогда атомная энергетика спонсировала другие образы. Строительство новых станций. Я смотрел интервью президента Украины, господина Зеленского на Хмельницкой с 9-го числа. Он совершенно прав в своих оценках, что строительство новых энергоблоков, оно, безусловно, помогает нам увеличить долю чистой электроэнергии. То есть, это наша прямая забота о нашем потомстве. Кроме того, это создание рабочих мест. Но не надо забывать, что это не только создание рабочих мест, непосредственно связанных со строительством энергоблоков. Это еще создание рабочих мест во всех сервисах. Людям где-то жить, людям нужно что-то кушать. Поэтому идет развитие мощное всех сопутствующих сервисных отраслей. В народном хозяйстве. Развитие инфраструктуры. Вы знаете, что каждый бюджет строительства каждого энергоблока, он имеет определенную долю. В бюджете закладывается на развитие инфраструктуры. Это дороги, это садики, это школы. Кроме того, есть еще один очень важный эффект. Это развитие наукоемких атмосфер. Надо понимать, что атомная энергетика тащит за собой инвестиции в науку. Тащит за собой инвестиции в проектные организации. В наукоемкое производство. Кроме того, я уже упомянул, что рынок сейчас, особенно на Востоке, нуждается в ресурсах, нуждается в поставщиках атомного оборудования. Я хочу еще раз сделать акцент на том, что речь идет о поставках товаров и услуг наукоемких. То есть это не просто... Мы вот упомянули с вами рабочие места, но надо понимать, что это не просто рабочие места. Это хорошо оплачиваемые рабочие места. Ну и высококвалифицированные при этом. Мы когда-то подсчитывали, что при 30 тысячах людей, которые непосредственно задействованы в энергоатоме, в отрасли, атомная энергетика, атомная генерация создает около 450 тысяч рабочих мест в год по касательной. Те, кто так или иначе имеет отношение. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, а Украина еще не полностью растеряла весь свой потенциал для того, чтобы атомная энергетика стала таким локомотивом, о котором вы говорите, с развитием науки и с возможным экспортом товаров и услуг в атомной сфере? Конечно, нет. Вы знаете, я был... Так получилось, я вам сказал, что значительная часть моей биографии, особенно последние 13-14 лет, связаны с работой, так скажем, на международном уровне. И я вам должен сказать, что практически везде по миру я встречаю наших ребят... Специалистов. Наших специалистов. Причем, что характерно, что да, много достаточно работают на новостройках специалистов с опытом, но мне очень приятно отметить, что мне доводилось встречать в разных странах, в Греции, в Китае, во Франции, в Германии. Мне доводилось встречать даже наших южноукраинцев и вообще выходцев из Украины, молодых ребят, которые построили свою карьеру после окончания вуза в Украине, но карьеру свою уже построили там. И вы понимаете, это очень важно. Во-первых, у нас есть, еще есть люди, которые помнят, как пускались энергоблоки. Да, они сейчас уже достаточно возрастные, но они будут помочь. Но кроме этого, у нас есть достаточное большое количество граждан Украины, которые работают на строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации новых атомных энергоблоков во всем мире. И, конечно, при создании определенных условий, я думаю, что эти люди с удовольствием ведут и помогут в развитии атомной энергетики на Украине. Кроме того, вы понимаете, что ВАОЭС как раз и находится здесь для того, чтобы помочь странам, которые решили возобновить развитие атомной энергетики после большого перерыва. У нас накоплено огромное количество опыта. И этот опыт, что очень важно, мы документируем для того, чтобы сделать его доступным для тех, кто, и для тех людей, и для тех государств, которые решат возобновить развитие атомной энергетики, и для тех людей конкретно. И кроме того, у нас есть инструменты. Не все можно написать, да? Да, разумеется. Я вот международную рабочую группу и другие программы ВАОЭС, миссии технической поддержки. У нас есть инструменты, мы собираем этих людей, мы организуем обмен непосредственным живым опытом. И этот опыт, он особенно эффективен для АЭС похожего проекта. То есть, когда какая-то страна, какая-то площадка начинает строить энергоблок определенного проекта, выбирают дизайн, мы связываем их с этими людьми, кто относительно недавно уже начал и уже чуть-чуть впереди графики строительства этого энергоблока. Потому что все мы люди, и вы понимаете, что на начальных этапах такого громадного проекта, как строительство нового энергоблока, у руководителей и персонала возникают какие-то проблемы, которые уже где-то были, уже встречались. Они уже были кем-то решены. Может быть, с первого раза недостаточно хорошо. Потом результаты были оценены, и была сделана вторая итерация. И привела к хорошим результатам. Поэтому вот с этой точки зрения практически практическая работа с профессионалами. То есть можно не изобретать велосипед, а просто воспользоваться чужим опытом, задокументированным. Ну а Украина сможет воспользоваться помощью, рассчитывать на международную помощь, если все-таки будет волевое решение и начнется строительство? Украина член МАГАТЭ. В МАГАТЭ мы работаем тесно, очень особенно есть две действительно мощные группы профессионалов. Одна из них в департаменте ядерной энергетики. Секция развития ядерной инфраструктуры. И вторая секция, это секция эксплуатационной безопасности АЭС. И они как раз очень эффективны, особенно на ранних стадиях строительства, помогают правильно выстраивать инфраструктуру. И, естественно, в АОЭС формально, конечно, мы полномасштабную поддержку можем начать, можем только, когда конкретное предприятие, энергокомпания становится нашим членом. Но в данном случае с Украиной это не будет препятствием, потому что на это уже член ВАОЭС. Но на самом деле мы, конечно, начинаем даже раньше, на ранних стадиях формирования новой энергокомпании. Ну, это было бы здорово, конечно, если бы у нас все-таки стартовало строительство и новые проекты помогли вернуть ребят домой. Вы сами себе задали вопрос. И будет очень хорошо, если вы на него в конце ответите. Почему же вы атомщики? Спасибо, Мария, спасибо. Это тот вопрос, к которому мы возвращаемся на разных этапах своего развития профессионального. Вы знаете, так получилось. Я очень благодарен тем людям, с кем я начинал работать на Южно-Украинской атомной станции. Я не хочу здесь называть ничьих имен, хотя эти имена, поверьте, они у меня в сердце выиграли. И на каком-то этапе моей карьеры я понимаю, что, наверное, задача я уже накопил достаточно большой опыт. И сейчас я могу начать действительно отдавать что-то. Я думаю, что такие же чувства у очень многих атомщиков. Мы с удовольствием, атомщиков моего возраста, моложе может быть, мы с удовольствием поможем, если и когда такое решение будет принято. И еще раз возвращаясь к глобальным задачам, которые перед нами стоят. Украина, это страна все-таки, где произошла Чернобыльская кустрофа? Украина, это страна, которая прошла огромный путь развития в переходе от советской системы централизованного управления, достаточно закрытой от мирового сообщества. Тогда было время железного занавеса. Перешла к государству, которое, наверное, на самом высочайшем уровне выполнило комплекс мероприятий по повышению безопасности энергоблоков в свое время. Вы помните, что, наверное, в свое время МАГАТЭ издала так называемые пеленые книги. Это проблемы безопасности реакторов советского дизайна. И Украина сделала огромное количество работы по повышению безопасности своих энергоблоков. И возвращаясь к нашей общей ответственности перед будущим поколениям и понимая, что я упомянул гидроэнергетику как чистую энергетику, но вы должны понимать, что в Европе возможности развития гидроэнергетики в основном уже исчерпаны. Рек, которые бы не перегородили, уже практически не осталось. Ну, так же, как и в Украине, в общем-то. Да. В то же время атомная энергетика, конечно, имеет огромный потенциал для развития. И я думаю, что история просто не оставляет нам другого шанса. Нет вопроса, займемся мы этим или нет. Вопрос в том, когда. И чем раньше мы к этому приступим, тем лучше. Спасибо вам большое. Это было очень интересно. Дякую вам, наши глядачи. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова